МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это не они тогда кто? И каковы доказательства этой сенсационной гипотезы? Неожиданно для всех публикация 92-го года в египетской газете Аля Храм стала мировой сенсацией. В ней описывается открытие, которое произошло, по сути, случайно. Из-за резких перепадов температур и повышения влажности в залах Каирского музея отдельные мумии стали разлагаться. Чтобы спасти уникальную коллекцию мумий, было решено провести обследование всех экспонатов. Тогда и обнаружили, что некоторые мумии были радиоактивны. В отдельных случаях уровень радиации в десятки раз превышал допустимый. Удивительно, но зараженными оказались в основном мумии фараонов 18-й династии. Согласно преданиям, основателем этой династии был бог Солнца Амон-Ран. Он появлялся в виде ослепительного диска, который уничтожал врагов фараона. Но если фараон сам нарушал правила, установленные богом Солнца, властелин Вселенной обрушивал свой огненный гнев уже на него. Как же можно объяснить загадку радиоактивных мумий? Библия повествует о страшной катастрофе, которая произошла на Ближнем Востоке несколько тысячелетий назад. За мгновение с лица земли были стерты одни из самых больших и богатых городов региона – Содом и Гоморра. Согласно библейскому тексту, огонь и сера обрушились с неба на эту местность. Были уничтожены не только все люди, но и животные, и растения. Долгое время ученые считали, что Ветхий Завет описывает какой-то природный катаклизм, который действительно погубил эти древние города. Однако в середине прошлого века появилась новая, почти фантастическая версия. Описание Содома и Гоморы о том, как они были уничтожены, опять же, если смотреть, так сказать, невооруженным глазом, то, ну, что-то такое свершилось, что современные люди не понимали что и считали, что это наказание Бога за какие-то проступки. А если посмотреть немножко под другим углом, то можно увидеть там признаки, как бы вот то, что мы сегодня называем ядерный взрыв, как он происходит, и этот гриб, и все эти описания, соляные столбы, в которые люди обращаются, это то, что видели, когда стали испытывать бомбы у нас на земле. Очень похожие вещи наблюдались, к сожалению. Первым, кто высказал версию, что Содом и Гоморра оказались уничтожены ядерным взрывом, был советский физик Матест Агрест. Ученый не в теории знал, что такое атомная бомба. Он лично участвовал в секретном проекте создания советского ядерного оружия. Агрест работал в исследовательском центре, который находился в закрытом городе Арзамас-16. Да, отец принимал участие в атомном проекте. Он был начальником математического отдела этого проекта, и фактически при помощи арифмометров он все это рассчитывал, создал целую теорию расчета. И он имел счастье, и это было взаимно, как я понимаю, работать с такими людьми, как Андрей Дмитриевич Сахаров, как Игорь Евгеньевич там. По мнению ученых, в том, что Содом и Гоморра были уничтожены ядерным взрывом, а не природным катаклизмом, косвенно свидетельствуют не только картины самой катастрофы, но также описание предшествующих ей событий. В Библии упоминается, что некие небесные посланники предупредили праведника Лота о том, что греховные города будут истреблены в ближайшее время. А значит, Лоту и его семье нужно как можно быстрее покинуть зону поражения. Но если уничтожение Содома и Гоморры действительно вызвало природная катастрофа, то кто мог знать о ней заранее? Даже современная наука не способна предсказать ни землетрясение, ни удар метеорита, подобного Челябинску. Получается, что эта катастрофа – запланированная акция. Но кто задумал истребление городов? И кем были загадочные странники, которые предупредили Лота? Приблизиться к ответу на этот вопрос, Матесту Агресту помогли блестящие знания древних языков – арамейского и древнееврейского. Именно благодаря этому Агресту удалось сделать потрясающее открытие. В Библии упоминается, что гиганты были в днях тех на земле, и что они общались с людьми, и у них родились дети. Так вот, слово «гиганты» – это по-русски, это по-английски «giant», и на других языках это какие-то огромные существа. А если разбить слово «гиганты» на две части, не английское, не русское слово, а арамейское, по-моему, или древнееврейское, я сейчас не буду это утверждать точно, потому что там языки смешивались. Это слово «нефилен». Если разбить его на две части, то получается «спустившиеся с неба». Еще 6 февраля 1960 года в литературной газете вышла статья Матеста Агреста «Следы ведут в космос», в которой была изложена гипотеза, что в прошлом Землю посещали инопланетяне. Вскоре эта небольшая научная заметка переводится на другие языки и становится мировой сенсацией. Теперь для многих Библия – не просто сборник древних легенд и мифов, а бесценный кладезь информации о пришельцах. Возьмите, почитайте книгу Эйзекиля. Там Эйзекиль описывает, как якобы Господь Бог спускается с небес. Кругом дым, огонь, трясение земли, смрад. Он описывает машину. У нее есть колеса, ободья, металлические опоры. Так у меня появились сомнения в моей собственной религии. Я подумал, это неправда. Мой Господь не нуждается в машине, чтобы попасть из точки А в точку Б. Бог вездесущ, так почему же ему нужна машина? И так у меня появились сомнения в моей религии. И мне захотелось узнать, имеются ли подобные истории у других культур. Так все и началось. После того, как рухнул железный занавес, на тест Агрест эмигрировал в Америку. Ученого не стало в 2005 году. Но незадолго до смерти Агрест вместе со своим сыном Михаилом сделал новое удивительное открытие. Уже здесь, в Америке, мы с отцом вместе опубликовали несколько работ. И что-то было опубликовано в рамках конференции Тора and Science. Это значит «Библия и наука», так скажем. Одна из статей выдвигает гипотезу, что скрижали, которые Моисей вырубил из камня, это второй вариант скрижали. Первый он разбил, потому что народ не пошел за ним. А потом он вторые скрижали резал. И по нашему мнению, эти скрижали могли быть сделаны при помощи лазера. Скрижали – это каменные плиты, на которых были написаны 10 заповедей, что, согласно Библии, повелел исполнять иудеям Господь. Но на каком основании американские ученые сделали вывод, что эти заповеди были выгравированы при помощи лазера? Прежде всего, Матест и Михаил внимательно изучили подлинник ветхозаветного текста, а также апокрифы – неканонические тексты священного писания. Известно описание скрижалей. И там написано, что текст был с двух сторон на каменной плите. С одной стороны и с другой стороны. И удивительно, что с другой стороны текст был как бы задом наперёд. Они не используют слово «зеркальное изображение», потому что тогда, видимо, не было ещё понятия «зеркало». Но из описания, что было на другой стороне, тот же самый текст, только задом наперёд. Удивительно, заявляет очевидец, что центральная часть букв, которые являются замкнутым контуром, как русская «О», например, что она не вываливалась. Получается, что текст скрижалей был прожжён мощным излучением насквозь. Но если это было действительно сквозное отверстие, то каким образом держалась сердцевина букв? Учёные нашли ответ на этот вопрос. Если сверлить маленькими дырочками этот контур буквы, то с другой стороны будет зеркальное изображение её видно, потому что вы насквозь просверлили. И в то же время, так сказать, мясо внутри не вывалится, потому что это не сплошной овал вырезанный, а только намеченный точками. А если вы посмотрите, я ради спортивного интереса обратился в одну из компаний, которая при помощи лазера режет камень, это сегодня нормальная технология. Они мне вырезали английскую букву «Би», которая с другой стороны выглядит, как английская буква «Ди», и это я использовал в одном из своих докладов. Получается, что у Моисея было лазерное устройство настолько мощное, что могло пробить насквозь толстый слой капли. По результатам современных исследований, прибор, которым владел Моисей, был настолько сильным, что мог бы прожечь броню танка за долю секунды. Но стоило ли применять столь мощный аппарат, чтобы просто просверлить камень? Как считают некоторые исследователи, скорее всего, он был создан для военного применения. Также, если мы обратимся к египетским древним сказаниям о битве Гора и Сета, мы также можем найти описание летающего диска, на котором летал Гор. В свое время он построил в городе Этфу специально для хранения этого летающего диска специальный ангар. Подобные ангары мы находим в описаниях у древних шумеров и у египтян, назывался Бен-Бен, где хранились их шемы. Согласно одной из древнеегипетских легенд, Сет был злым богом, который требовал все новых и новых человеческих жертвоприношений. Чтобы спасти людей от истребления, за них вступился Гор. Именно у Гора было оружие, действие которого походило на боевой лазер или электромагнитную плазменную пушку. Во время этой битвы впервые было применено и оружие, специально установленное на этом крылатом диске, которое источало жар и источало бурю. Когда Гор летел и увидел внизу наступающую армию, он напустил на них бурю, и все они погибли. В то же время это была первая битва, где впервые использовались и войска, созданная именно из землян, из людей, потому что в Эдфу также было возведено несколько заводов по производству именно божественного оружия, и людям было оно выдано во время этой битвы. И на земле город держал победу именно при помощи войск, состоящих из людей. Согласно древним преданиям, основная битва с применением оружия массового поражения произошла в центре Сахары, которая в то время была плодородной страной, но после сражения превратилась в безжизненную пустыню. Версию о том, что именно в Сахаре произошла война богов, как считают некоторые исследователи, подтверждают загадочные рисунки, найденные на плато Тассиля, которое находится прямо в центре пустыни. В Тассиле есть настенные рисунки купающихся людей. Рисунки со странными круглыми штуками вокруг голов или современные вещи, например, ремень, застежки, молнии или коробочки, как будто это счетчики Гейгера. Можно сказать, что это были инопланетяне, но нет, это обычные люди, пришедшие исследовать опустевшую зону, то, что произошло, ядерный взрыв и тому подобное. Вот о чем эти рисунки. Получается, рисунки просуществовали в этих пещерах десятки тысяч лет. По мнению исследователей, эта война богов произошла примерно 10-12 тысяч лет назад. Некоторые образцы оружия богов были сохранены египетскими жрецами в течение тысячелетий. Они были укрыты от посторонних в недрах пирамид. Но все изменилось, когда началась эпоха легендарного Моисея. Так вот, историческая личность Моисей, мы прекрасно знаем, он рос в Египте, и он вывел свой народ из Египта. Ну, конечно, он не мог не вывести оттуда и часть египетской культуры. Судя по всему, Моисей вынес из Египта не только знания, но также некоторые загадочные артефакты, которые тысячелетия хранили жрецы в сокровищницах храмов и пирамид, как оружие богов. Среди этих предметов и был лазер, которым были выжжены тексты на скрижальных заветах. Однако большинство вынесенных из Египта артефактов были не самостоятельными аппаратами, а своеобразными деталями или агрегатами, которые нуждались в особом устройстве, помогающем бы им правильно функционировать. Возможно, таким прибором и был легендарный ковчег завета. Моисея и его брата Аарона позвали на Святую Гору, и якобы Господь пояснил Моисею, как ему следует строить ковчег завета. Он детально сообщил длину, ширину и высоту ковчега, сказал, какие материалы использовать. И в Библии говорится, что Господь велел Моисею, сделай его таким, каким ты его видишь. То есть там был оригинал, а Моисей изготовил копию. Сказано, что в ковчеге завета хранились скрижали с десятью заповедями. Помимо этого, сундук умел такое, о чем современные инженеры не смеют и мечтать. Если вам нужен неиссякаемый источник энергии, достаточно мобильный и так далее, там подобное, мы что делаем? Мы ставим ядерный котел. Соответственно, вот, возможно, у них был малогабаритный ядерный котел, который давал энергию. Согласно Библии, это был золотой сундук, внутри которого был деревянный короб, а там еще один ларец из свинца. Это, кстати, оптимальная защита для ядерного реактора. Ковчег завета находился в Скинии, а потом в Иерусалимском храме. То есть ковчег всегда хранился за жилой территорией. Перемещать ковчег завета можно было только с помощью жрецов-носильщиков. Они клали святыню на длинные шесты. Прикасаться к ковчегу было строго запрещено. В описании содержится совершенно определенное указание на то, что была нарушена техника безопасности. Значит, некий древний иудей по имени Оза позволил себе коснуться колесницы, на которой везли ковчег завета. Причем он сделал это с благим намерением, поскольку быки тогда наклонили колесницу, и она могла прокинуться. Но Бог даже это не учел, не простил его и поразил. И Оза умер тут же на месте. Ковчег завета излучал свет, поражал кожными болезнями, или даже убивал тех, кто случайно заглядывал в него. При этом он не творил чудес, не превращал воду в вино, не жарил мясо, не затачивал лезвия и не воскрешал мертвых. Он работал как машина, сконструированная для особых задач. Есть описания древние, что этот аппарат у них однажды сломался. И люди его чинили. Причем те, кто его чинили, сказали, что все остальные должны отойти подальше, иначе будет плохо. В переводе на технический язык, видимо, с этого аппарата сняли какую-то броню, какую-то защиту. Но если возвращаться опять к тому же, предположим, что это был ядерный реактор, с него сняли свинцовые стенки внешние. И люди полезли, значит, отремонтировать. Они отремонтировать-то отремонтировали, но после этого долго болели. Но зачем иудеям нужно было столько энергии? Передвигались они пешком или на верблюдах. С наступлением темноты укладывались спать. Для бытовых нужд им вполне хватало и факелов. Хотя чем же они питались 40 лет в бесплодной пустыне? Исследователи считают, что у них был еще один агрегат. Машина Манны, которая работала благодаря Ковчегу Завета. Он давал энергию для какого-то агрегата, который вырабатывал нечто, что в Библии называется Манной Небесной. То есть некий концентрат, который позволял людям 40 лет не только не заболеть, не только не умереть с голоду, но и не заболеть. То есть в нем было все. Были микроэлементы, были витамины, было достаточно питательных веществ, белков и жиров и так далее. То есть сбалансированный такой концентрат, пригодный, скажем, для путешественников, для космонавтов, которые летят в долговременную экспедицию. В священной книге Сефер-Хазогар, входящей в учение Кабалы, есть детальное описание устройства, названного идол Бафомет. Ученые попытались восстановить его облик и пришли к одинаковому выводу. Бафомет являлся гидропонной фабрикой для выращивания питательных водорослей. Потом их варили как кашу или пекли как хлеб. Нечто подобное сегодня разработало для космонавтов. Машина Манны требовала профилактики и, по-видимому, разбиралась и чистилась каждую субботу. Отсюда, вероятно, пошла традиция шамана. Еще один загадочный артефакт. Посох Моисея, который можно расценивать как оружие или силовой манипулятор. С его помощью пророк раздвинул воды моря и продержал достаточно долго, чтобы все перешли на другой берег. Благодаря этому посоху треснула скала, чтобы горный ручей изменил свое русло. Каким образом это могло произойти, если разбираться просто чисто технически? Этот посох у него представляет собой некий разрядник. То есть сначала накопитель энергии, эта энергия откуда он мог черпать? Ну, скажем, из солнечного света. Постепенно накапливать, накапливать. Накопился до определенного разряда, он нажал там кнопочку или стукнул этим посохом по той же скале, произошел разряд. Но если Моисей действительно владел высокотехнологичными артефактами, то где их искать? Дальнейшая судьба Ковчега Завета – туман. Но швейцарский исследователь Эрих фон Деникен нашел в древних текстах намек на его местонахождение. Последним его обладателем из иудейских царей был Соломон. Исторически подтверждено, что у него была связь с царицей Савской. И от нее родился сын – Байнелекхем или Менелеким. Когда он вырос, то явился к отцу и потребовал отдать ему реликвию. Соломон отказал. И тогда Менелеким изготовил копию Ковчега Завета, а подлинник украл и ужас. Сын царя Соломона и царицы Савской стал основателем эфиопского государства. Ковчег Завета был техническим устройством. Сегодня то, что осталось от Ковчега, хранится в церкви святой Девы Марии Сионской в эфиопском городке Аксум. Я был в этой церкви, хотел спуститься туда, где он хранится, но священник сказал, что не может разрешить мне этого. Я говорю, ну там внизу Ковчег Завета. А он – да, ну и что? То есть он не оспаривает то, что в его церкви хранится Ковчег Завета. Но увидеть его нельзя. Коллега Эрика фон Деникина, немецкий писатель, известный исследователь тайн истории Петер Фибок, считает, что в Эфиопии, скорее всего, хранится копия Ковчега. А сам ветхозаветный артефакт следует искать за тысячи километров от земли обетованной. В 18 веке в Канаде на одном острове была обнаружена странная шахта. На входе в шахту было начертано что-то вроде тайного знака. Шахту обнаружил один молодой человек, который позже вновь приплыл на остров на своем судне, на сей раз вместе с друзьями, и они приступили к раскопкам. Эта история до сих пор не закончена. Эта шахта уходит все глубже и глубже. Согласно историческим хроникам, этот остров не раз посещали пираты, поэтому было логично предположить, что в потаенной шахте спрятаны сокровища. Первым искателям приключений удалось еще в 1805 году погрузиться на глубину 30 метров, где был найден таинственный камень, который перекрывал ход дальше. При помощи специальных лебедок исследователи подняли этот камень, и тут же произошла катастрофа. Шахта с огромной скоростью стала наполняться водой. Через некоторое время воду откачали. Исследователи спустились на новый ярус шахты, но когда попытались проникнуть ниже, вода вновь ринулась в подземный туннель. Получается, что кто-то проделал титаническую работу, чтобы создать эту систему шахт, так, чтобы их в определенном порядке постоянно заполняла вода. Если эту систему правильным образом не регулировать, все рушится. Кто мог подобное сделать многие сотни тысячи лет назад? Это первый вопрос. Второй вопрос. Чем заканчиваются эти шахты? Современные исследования показали, что на острове Оук-Айленд существует целая система сложнейших подземных сооружений, которые защищены своеобразной системой безопасности. В случае несанкционированного вторжения они заполняются водой. Очевидно, что такую сложную гидравлическую систему было бы не под силу организовать пиратам. Существует одно свидетельство, подкрепленное неким письменным документом. Первооткрывателем Америки еще до Колумба в 14-15 веке был Синклер. Он сделал это на основании древних карт, восходящих еще ко временам викингов. Действительно, на берегу были найдены вещи свидетельство пребывания там представителей Британии еще в 14 веке. Возможно, они привезли с собой эти предметы. О том, что подземные строения на острове Оук-Айленд могли быть также связаны с таинственным орденом тамплиеров, говорят и загадочные знаки на камне, найденном в шахте. Пока этот текст не удалось расшифровать. Но некоторые изображения на этом загадочном монолите, а именно треугольники, перечеркнутые круги и символы, похожие на еврейскую букву Алиф, встречаются в тайных оккультных текстах, которые приписываются тамплиерам. Наверное, тамплиер – это самый загадочный из орденов, созданных в свое время католической церкви. В частности, то, что орден, созданный первоначально из девяти человек, имел задачу способствовать безопасности паломников. Ну вот представьте себе, огромные территории, целые солныши враждебных сарацин и девять человек. То есть совершенно уже очевидно, что какая-то завеса, что-то другое. Король Бодуэн I, король Иерусалима, отвел для них интересное место для их резиденции, то есть то место, где прежде стоял храм Соломона. Петр Фибок считает, что тамплиерам во время раскопок на территории современного Израиля удалось сделать ряд бесценных находок. Через несколько лет они, кажется, что-то нашли и вернулись обратно во Францию, где и был официально основан Орден Тамплиеров, который по сей день остается одной из самых таинственных организаций в мире. Известно, что у них есть некий идол, и у этого идола много схожего с машиной по производству манны. По крайней мере, описание очень схоже. Возможно также, что в Израиле тамплиеры нашли не ковчег, а либо деревянный футляр для машины по производству манны или реактора. Недавно на острову Уолк-Айленд было совершено несколько экспедиций. В одной из них участвовали ученые, которые провели радиоуглеродный анализ дерева, что применялось при строительстве шахты. Результаты исследования оказались просто ошеломляющими. И вдруг у нас оказались совершенно новые данные исследования возраста этой находки. Несколько миллиметров разницы в размере деревянных останков дают огромный разброс результатов. Этой системе может быть три, четыре, семь тысяч лет. Есть даже одно предположение, что она находится в будущем. Такая разница в результатах может возникнуть лишь в одном случае, если объект был подвергнут воздействию радиоактивного излучения плутония. Наличие радиоактивного источника подтверждает гипотезу, что на дне шахты спрятаны таинственные артефакты. Новое подтверждение этой версии пришло, когда исследователям удалось изучить один из фрагментов шахты с помощью специального видеооборудования, которое использовалось для изучения подводных объектов. И здесь самое интересное. В начале двухтысячных были пробурены отверстия для видеокамер и спущены в шахты камеры. Эта вода, она очень мутная, но, несмотря на это, можно было различить трубы. Трубы и изогнутые поверхности как раз те характеристики, что Дейл и Сэ Сун считали необходимыми для машины производства манны. Трубы и изогнутые емкости, где конденсировалась жидкость. Искать эти артефакты под водой. Ведь следов применения оружия богов немалые на земле. И одно из таких мест руины древнеиндийского города Мохенджудару, который, по одной из версий, был уничтожен атомным взрывом. Многие археологи, которые занимались раскопками Мохенджудара, пришли к выводу, что если бы там было землетрясение, то, по логике, оно бы уничтожило весь город. А пострадал, как заключают ученые, и при раскопках это было видно, только центр города. Окраины города остались практически нетронутыми. Но самое удивительное, что на многих десятках метров от эпицентра предполагаемого взрыва ученые обнаружили еще одно доказательство. Мельчайшие частицы оплавленных камней, разбросанные по поверхности вокруг обороны. Следы загадочного оплавления сохранили и стены домов. Этот камень оплавлен и представлял собой как бы даже стекло. То есть это был жар. Эти города были уничтожены жаром, который превосходил обычный костер. И тогда зародилась мысль о том, что это было результатом ядерного взрыва. Образцы оплавленного стекла из древнеиндийского города были отправлены в Римский университет и в лабораторию Национального совета исследований Италии. Согласно результатам анализов, оплавление камней произошло при температуре полторы тысячи градусов. Такая температура три с половиной тысячи лет назад могла быть получена лишь в горне-металлургической мастерской, но не на открытой территории. И метеорит с этим вряд ли бы справился. Но тогда что же породило этот огонь? Была гигантская разрушительная сила. И здесь совершенно логично, как полагают современные ученые, может идти речь о ядерном оружии. Или о том оружии, которое еще неизвестно земной цивилизации, но оружие, обладающим такой же разрушительной силой, как и ядерное оружие. Достоверно известно, что тектитовые поля появились в Хиросиме и Нагасаке после взрывов ядерных бомб в 1945 году. Есть и другие примеры в новейшей истории. По крайней мере, сейчас мы знаем, что аналогом таких обширных оплавлений могут быть надземные ядерные взрывы, аналогами которых в настоящее время являются подобные следы на Симпалатинском полигоне, когда в 60-е годы испытывалось ядерное оружие, и аналогичные следы на полигонах Соединенных Штатов, когда существовала вот такая, когда две великих страны выясняли свой ядерный приоритет. Наконец, еще одна фантастическая находка из Махенджо-Даро. Казалось, должна была подтвердить атомную версию и навсегда поставить точку в спорах ученых. В окрестностях древнего города археологи нашли 44 скелета с повышенной радиацией. Одни останки были подробно исследованы. Выяснилось, что норма радиационного фона в костях древнего индийца была превышена в 50 раз. Этот скелет изучали. Он был подвергнут различным анализам современным, с использованием аппаратуры, которая всегда в таких случаях используется. И показания аппаратуры установили, что действительно скелет найденного человека или существа, которое похоже на человека, был облучен. И уровень радиации не исчез за, казалось бы, такое количество лет, которое этот скелет провел в Земле, пока его архиатологи не откопали. Однако официальная наука не спешила с выводами. Выдвигались версии о естественном заражении жителей. Оказывается, обитатели древнего города могли подхватить радиацию из окружающей среды. Но гипотеза о заражении радиации из воды или воздуха идет вразрез с фактом существования тектитов и общей картиной гибели города, жители которого умерли одномоментно, не успев даже покинуть свои дома. И самое главное, в районе Махенджа-Дару нет сколько-нибудь значимых залежей урана. Спрашивается, где человек тысячелетия назад мог добрать такой уровень реактивности? Человек набрал такую дозу только либо при воздействии ядерного оружия, либо при его эксплуатации, неудачно, что называется. Откуда в Индии до нашей эры могло взяться ядерное оружие? Кто им воспользовался и по каким причинам? Чтобы ответить на эти вопросы, один из исследователей загадки Махенджа-Дару Дэвид Девенпорт начал изучать древние индийские трактаты. Вскоре Девенпорт отметил сходство разрушения Махенджа-Дару с падением королевства Данда, которое описано в священной книге Ромаини. Там написано, что город был разрушен богами по просьбе арийцев, управлявших территориями, где эти боги добывали полезные ископаемые. Махенджа-Дару арийцам не принадлежал, и боги согласились сравнять этот город с землей. Современные ученые, исследователи, историки, такие как Девенпорт, они как раз говорят о том, что боги могли быть самыми обыкновенными пришельцами, которые прилетели с другой планеты, и которым была выгодна дружба с арийцами, они вмешались в эту ситуацию, выступили на стороне арийцев и уничтожили Махенджа-Дару. Вот такая гипотеза есть. О применении так называемого оружия богов упоминает древнеиндийский эпос Ромаина, в центре сюжета которого война между царем Рамой и демоном Раваной, который похитил царицу Ситу. Рама, когда хотел добраться до Раваны и поразить его, ему необходимо было построить мост между Индией и Цейлоном, островом Цейлон, и он для этого пытался найти способ построить мост, при этом у него в руках был, как описано, был лук, он натянул тетиву и хотел запустить стрелу в океан для того, чтобы осушить его. Однако, как повествует легенда, в этот момент из воды поднялся бог океана, который попросил Раму пощадить подводных жителей и предложил другой способ, как добраться до Цейлона, где демон Равана удерживал красавицу Ситу. Но, когда появился бог океана, сказал ему, что не надо этого делать, можно построить мост в данном месте, тогда Рама решил эту стрелу куда-то выпустить. Но, поскольку тетива уже была натянута, обратно, так сказать, откатить назад это оружие уже было невозможно, оно было запущено. Поэтому, он развернулся, запустил стрелу в другое место, и в том месте образовалась пустыня. Или, какие-то там были горы, они разрушились. То есть, мы видим, что это не просто лук со стрелой, это какое-то совершенное оружие, которое позволяет оказывать воздействие на окружающий мир, причем с очень большими последствиями. Согласно преданиям, Рама отвернулся от океана и вместо того, чтобы пустить стрелу на юг, отправил ее на восток. Пролетев тысячи километров, стрела Рамы ударила землю в том месте, где сейчас находится пустыня Гопинь. По мнению исследователей, индийские легенды указывают на то, что эпицентр войны по Гопу пришелся именно на пустыню Гопи. Пустынные районы, как и районы пустыни Тар в Индии, или пустынные районы в Монголии и в Китае в районе пустыни Гопи, очень мало изучены. Тем не менее, вот на сегодняшний день уже имеются определенные артефакты. Например, в районе пустыни Гопи английским исследователем были найдены останки гигантов. Гигантские кости, части скелета, черепа и так далее. К сожалению, никакой информации об этом нигде не прослеживается. Более того, на районе пустыни Гопи были обнаружены какие-то заброшенные либо лабиринты, либо какие-то пещеры, которые уходят далеко вглубь. В 1943 году ученый-палеонтолог Иван Ефремов пишет рассказ со странным названием Олгой-Хорхой. Именно так монголы называли гигантского червяка из пустыни Гопи, который неожиданно появляется из-под земли и убивает человека на расстоянии. Рассказ был написан в жанре научной фантастики. Однако, как считают многие исследователи творчества писателя, Иван Ефремов считал, что этот Олгой-Хорхой реально существовал. Многие свои научные гипотезы он был вынужден облекать в форму фантастики. Ведь прежде всего он был советский ученый, а не просто писатель. И мог потерять свою работу из-за слишком смелой по меркам научной цензуры гипотезы. Вот потому, что просто об этом говорить, да, вне литературы он не мог. Просто писать о каком-то черве, о каких-то мифах, ну как напишешь. Вот он облек это в литературную форму и имел шанс это сделать. Почему? Можно было опубликовать. Он этим воспользовался. Честь и хвала ему. Как утверждают антропологи и фольклористы, легенда о таком монстре, как Олгой-Хорхой, существует только среди жителей Монголии и соседних территорий. По мнению исследователей, червь, убивающий на расстоянии, мог возникнуть в результате мутации под воздействием радиации, оставшейся после ядерной компортировки. Один из сторонников версии, что на месте пустыни Гоби существовала высокоразвитая цивилизация, которая погибла во время войны богов, английский исследователь Джон Берроуз утверждает, что советские археологи сделали удивительное открытие. В середине прошлого века в районе пустыни Гоби были найдены странные полусферические объекты, сделанные, очевидно, из стекла и фарфора. Наверху этих удивительных артефактов находился конус с каплей ртути внутри. По версии Джона Берроуза это были навигационные приборы, которые применялись на особых летательных аппаратах, называемых виманами. Причем виманы могли изменять свою внешность, то есть они могли исчезать, они могли испускать бурю, они могли подниматься к звездам, поднимая до 100 человек, опускаться в глубины океана. И это было очень популярным средством в то время у богов и у героев описываемых событий. Такой же летающей колесницей обладал и властитель ланки, который похитил супругу бога Раму, везя ее на свою ланку. Это было очень действительно популярное средство не только передвижения, но и средство для ведения борьбы. Однако, как утверждают древнеиндийские эпосы, у богов имелись намного более мощные летательные аппараты, чем у имбаны. Помимо летательных аппаратов, таких как виман, были еще у древних индийцев или вот в древней цивилизации, которые описаны в древнеиндийских текстах, были еще летающие города. Так вот, в этих летающих городах по описанию находились не только деревья, какие-то сады, рощи, но и даже жили слоны. Поэтому там можно было путешествовать на слонах какое-то расстояние, там можно было спокойно находиться, спокойно жить. Были дворцы, в этих дворцах жили цари, там даже находилось какое-то определенное число сады. Я практически уверен в том, что это не совсем сатира. Потому что Свифт описывает на самом деле некое реальное двигательное устройство, которое находится в основе этого летающего острова, магнитное. Это то, о чем мы говорили. Иногда то, о чем мы вспоминаем, когда говорим про летающие тарелки и так далее, эксперименты с электромагнетизмом, но в то время про это не говорили. Сейчас это на слуху. В принципе. летающие города как определенное устройство. Косвенное свидетельство в пользу того, что это не чистая сатира, ну, извините, да, это самый известный аспект этого произведения. Фобоса Деймос, спутники Марса. То, что Свифт говорит о том, что астрономы Лапуты открыли два спутника Марса. Откуда мог об этом знать Свифт? Да? Путешествие Гулливера было опубликовано в 1726 году, а спутники Марса Фобос и Деймос были впервые открыты только в 1877. Что это удивительное совпадение или Свифт каким-то образом стал обладателем древнего знания, которое досталось от погибшей цивилизации? Пока нет ответа на этот вопрос. Но в тексте, написанном Свифтом, явно указывается, что главная задача летающего острова была усмирять народ мифической страны, жители которой часто восставали против правящего диктатора. По приказу короля Лапуты остров зависал над мятежным городом и лишал его жителей солнца. Если подобная предупредительная мера не давала эффекта, то летающий остров опускался на землю своим металлическим основанием и не оставлял от города мятежников камня на камне. Странно, но подобные рассказы об уничтожении городов летающими островами есть и в индийском эпосе. В этих текстах существует также упоминание о других загадочных видах оружия. В разных писаниях можно найти упоминание о таких видах оружия, как, скажем, ну вот, оружие Нарайны, скажем, оно приводит к полному замораживанию. То есть, судя по описанию, фактически, температура предметов, которые оказываются в рависе действия этого оружия, она стремится к абсолютному нулю. То есть, полное вымораживание происходит. Больше всего упоминаний об удивительных видах оружия содержит индийский эпос Махабхарата, который описывает войну между двумя царскими кланами, пандавами и кауравами. В войне земных кланов приняли горячее участие боги, снабжая людей оружием. Согласно индийской мистической традиции, каждый вид оружия воздействует на ту или иную природную стихию, и самой разрушительной является энергия огня. Например, упоминание о таком виде оружия, которое, по сути дела, также основывается на энергии огня, но очень напоминает по своему действию ядерное оружие. Оно называется в писаниях Брама Астра или Брама Астра. То есть, по сути дела, это ядерный взрыв по действию, но он имеет управляемую природу. Практически во всех мифологиях мира есть упоминание о войне богов. Мы не знаем, кем были эти боги. пришельцами или землянами, которые благодаря науке стали практически всесильными. Известно только одно. Каждая подобная битва означала гибель прежней цивилизации. Сейчас мы вновь практически сравнялись по могуществу с богами. И, судя по всему, единственный шанс сохранить нашу цивилизацию, это быть мудрее древних, которые развязали войну при помощи оружия богов. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова